добрый день дорогие зрители сегодня на православном портале экзегет мы с божьей помощью с вами обсудим тему ну который нас приводит и вот те даты которые ну так в общем которыми так богатые вот ближайшие дни конца июля начала августа это и память святой равноапостольной княгини ольги и память святого равноапостольного князя владимира и воспоминания собственно крещения руси да которые тоже совершается традиционная и вот в на 1 августа по старому стилю ну что таким образом хотелось бы сказать хотелось бы провести может быть несколько таких пояснительных бесед об обстоятельствах крещения руси скорее всего у нас получится не одна беседа а несколько и мы коснемся именно тех тем которые вот являются такими царящими в обществе стереотипами стереотипами которые на самом деле достаточно большое количество людей приводит ну к совершенно такому заблуждению совершенно вообще неверному представлению о том каким образом произошло вот это столь важное для всего нашего народа для всей нашей цивилизации события крещения руси какие этому предшествовали и сопутствовали обстоятельства это все очень важно на мой взгляд тут правильно понимать и представлять себе для того чтобы не сделаться жертвуют каких-то идеологических штампов которые в большом количестве плодились надо сказать еще и до революции и в особенности раздувались и умножались сознание людей атеистическими проповедниками безбожие которые всячески пытались очернить церковное духовное наследие православной руси и которые к сожалению проявляют вот такую очень большую живучесть продолжают сохраняться в сознании очень многих людей и так что же это за стереотипы которых мы с вами надеемся коснуться в наших беседах ну в первую очередь наверное они касаются самого князя владимира видимо мере этого святого по себе люди вообще как-то ну подозревают его в какой-то такой корыстности в каком-то влюнтаризме приписывают его стремлением какие-то чисто земные меркантильные цели которых якобы он стремился достигнуть крещением того государства в котором господь привел ему быть князем и поэтому вообще складывается такое совершенно какое-то искаженное неверное представление о святом князе владимире и о том почему он совершил это крещение но всевозможные наши даже советского времени исторические учебники от которых боюсь и современные зачастую ушли не так уж далеко они продолжают все те же истории о том что крещение было выгодно что она так сказать все это выводила правителей руси на какую-то совершенно новый политический уровень придавала им определенный вес статус на международные арене способствовал так сказать каким-то новым способом их обогащение способствовали тому что они пользуясь этой новой идеологии утверждали свою власть над людьми используя церковь и церковника как как инструмент ну в общем там темный лес каких-то вот этих вот ну выросших из семени просто недобрых злых помыслов представлений которые совершенно искажают затемняют собой действительно образ того князя которые наши были и вообще наша народная память на протяжении многих веков величала красным солнышком не просто так и в общем-то безусловно приписывал ему всевозможные добродетели и воспевала ласково князя владимира вот такую память оставила себе этот человек но при этом усилиями пропагандистов и усилиями все те же каких-то недобрых мыслей которые принимают люди так что они становятся уже каким-то общим местом общем таким воззрением люди не понимают почему вообще собственно говоря владимир святой ну крестил он русь но сам то он как был разбудником так и остался считают зачастую люди вот как-то слушая историю князя владимиром это еще один из таких стереотипов которые полностью игнорируют на самом деле те глубочайшие изменения которые произошли из князя владимиром и с его окружением вообще совсем русским обществом за какое-то невероятно краткое время вот буквально за жизнь там какого-то одного даже меньше поколения об этом как-то люди совершенно ну забывают и просто не знают этих фактов не приводят себе их на память не стараются об этом узнать чтобы получить такую подлинную истинную картину происходящего ну и существует еще целый ряд вот подобных заблуждений и ложных совершенно стереотипов к их числу например также относятся то что русь крестили огнем и мечом это очень такое вообще серьезный аргумент который противники православия религии очень любят вообще сразу использовать как это козырного туза выкладываю на стол и говорит что вот тут вы церковники вот вы как крестили русь огнем и мечом так и разрушая нашу прекрасную славянскую цивилизацию с нашим замечательным чудесным белому пушистым безобидным очень полезным язычеством и в общем загнали наших несчастных плакавших по язычеству предков заможай так что они там из-под лавки и вякнуть не могли уничтожили нашу великолепную прекрасную духовную культуру принесли нам какое-то совершенно чуждое иноземное учение это песня которую сейчас очень любят петь всевозможные неуязычники и немалое количество им сочувствующих просто даже с этим шиноким диким измышлением соглашаются и люди которые считают себя христианами и вроде бы разделяют православные ценности но при этом тоже как-то привычные кивают головой ну да да ну виноваты огнем и мечом покрестили ну что поделаешь времена такие вот абсолютнейший надо сказать с точки зрения вообще истории бред силой кобылы которые не выдерживать никакого столкновения с реальными фактами того что на самом деле происходило и того каким на самом деле образом князь владимир и его духовные преемники действительно проводили столь важное дело как крещение руси еще один очень серьезный стереотип который на самом деле царит в мах большинства людей это непонимание того а что же такое вообще собственно русь которую крестил владимир кто такие были это русь что это такое было им представляется что-то некое такое прям древнерусское государство состоявшие из славян значит которых вот собственно говоря и крестили ну на самом деле картина была ну скажем так намного сложнее и в общем то с вопросом о том кто такая была русь которую крестил владимир на самом деле тоже очень важно разобраться и понять кто такие были русские кто такие были русы откуда они взялись кем они были потому что общем то конечно в этом во многом и вообще кроется разгадка того почему крещение было принято вот этим государством и собственно говоря во многом именно крещение это государство и создало на самом деле вот кроме того очень такой действительно важный момент связан с тем что люди зачастую воспринимают крещение руси как какой-то такой единичный акт вот сказал князь владимир всем выйти на так сказать берег у слияния почаянные днепра загнал всех киевлян воду ну и то же самое потом его слуги его там дружинники вместе с духовенством православным проделали с населением всех остальных городов вот так вот как бы в один год одномоментно и поэтому мы теперь празднуем тысячелетие крещения руси относя его к одному году 988 и вот у людей складывается зачастую с которыми приходится общаться на эту тему действительно очень такое какое-то странное представление о том что вот были не крещеные в раз стали крещеные вдруг все по щучьему вели по вернее по такому княжескому велению стоило князю рукой махнуть ножкой топнуть указа сдать и все вдруг из язычников сделали скрещенными православными то что на самом деле этот процесс занял не десятилетие даже даже не годы и не десятилетия а столетия об этом конечно люди в общем-то зачастую ну или не имеют никакого представления или вообще не вспоминают и вот это тоже момент с которым надо разобраться и речь идет здесь идет на самом деле не только о тех годах которые прошли с того момента когда русь велением князя владимира покрестилась и в течение долгого времени вот христианство распространялась постепенно и превращала вот этих хмурых лесных язычников в благочестивых православных христиан но понятно что конечно и после крещения руси на самом деле этот процесс совершился и завершился не за один год а занял продолжительное время но и до того как князь владимир обратился к киевлянам с этой своей судьбоносной речи речи о том что они должны прийти и принять крещение на самом деле прошло достаточно много времени и на самом деле на руси к тому времени уже было очень большое количество христиан и на самом деле этот процесс крещения руси он шел уже задолго и намного раньше чем вообще князь владимир появился на этой земле и для того чтобы понять что вообще происходило необходимо обратиться к временам намного более ранним предшествующим тому что случилось при слиянии днепра и почайны в девятьсот восемь седьмом или девятьсот восемьдесят восьмом году когда сначала князь владимир сам со своей дружиной принял крещение в корсу не херсонесе а затем уже привлек к этому и подвластных ему жителей столичного киева на самом деле в течение долгого времени шла уже достаточно серьезная духовная борьба и то что князь владимир принял вот это судьбоносное решение о том что русь все-таки выбирает православие православие византийская на самом деле этому предшествовало очень много серьезнейших процессов этому предшествовала напряженная духовная борьба борьба идеологий которая шла на самом деле в древнерусском условно скажем так обществе и именно эта борьба и привела в конечном счете к победе христианство над язычеством это вот чем-то похоже на ситуацию миланского эдикта который в 313 году издал император константин великий и этим эдиктом христианство получало статус религии покровительствуемой в империи получала все так сказать гражданские права и утвердилась как вера новая вера римской империи но на самом деле этому предшествовало многолетние на самом деле занявшая по меньшей мере да вот эти два с половиной той чуть больше веков борьба между христианством и язычеством борьба кровопролитная в которой погибло огромное количество христиан для того чтобы приблизить этот момент для того чтобы он наступил для того чтобы христианство все-таки победила язычество и полностью овладела умами и душами населения римская затем и византийской империи нечто подобное на самом деле произошло и с руси и когда поборники прекрасного древнерусского язычества говорят о том как якобы много язычников пострадала в результате утверждения на руси православие христианство они конечно совершенно склонны упускать из виду и забывать огромное количество на самом деле фактов того сколько перед этим на руси погибло христиан для того чтобы точно так же как с римской империю приблизить свое государство к тому чтобы христианство полностью завладела душами и сознанием веру и сердцами населявших вот эту огромную территорию все более расширявшуюся в течение веков территорию которую теперь мы по привычке именуем святая русь и так вот тот круг тем круг вопросов которые нам с вами предстоит как-то осветить коснуться вот эти стереотипы внедренные в сознание людей которые на самом деле при ближайшем рассмотрении при попытке в общем-то их поставить на суд сохранившихся исторических свидетельств истории самой логики исторического процесса зачастую ну рассыпаются как песочные постройки не выдерживают никакой критики и сталкиваясь с действительно историческими фактами превращаются вот в такую идеологическую труху на самом деле князь владимир находится в очень сложной духовной ситуации из которой есть пожалуй только один ну такой вот здравый выход нет выходов конечно на самом деле много и вот как раз такие сказания летописные о испытании вер они имеют под собой за собой определенную историческую основу князю владимиру действительно было из чего выбирать и в общем-то поначалу он действительно честно пытается сделать ставку именно на язычество но оказалось что язычество на тот момент когда власти уже находился князь владимир она уже в общем-то изжило себя его постиг глубочайший системный кризис язычество к временам князя владимира не было чем-то единым целым какой-то вот такой вот прекрасный древний верой которую исповедовало большинство жителей и подвластных князю владимиру народов ничего подобного само язычество представили представляла из себя то самое царство которое разделилась внутри са себя и именно поэтому не могу устоять внутри самого язычества шла тяжелейшая борьба которая подрывала вообще всячески основы существования государства язычество представляла из себя идейный и религиозный тупик и попытки следовать далее поэтому тупику они привели бы только к в общем-то такому самоубийству наших предков как ну самоубийству создаваемого ими государства самоубийству их как единого народа язычество никоим образом не могло объединить подданных князя владимира потому что сама враждовала внутри себя в виде своих совершенно различных разнонаправленных сил которые она на тот момент из себя представляла то есть можно сказать что ко времени князя владимира было не даже не две формы язычества а 3 и все они вошли в такой губительный конфликт друг с другом и князю владимиру предстояло выбрать куда же вывести свой народ из этого тупика духовного и куда провожить путь для своего народа и на самом деле действительно пусть несколько в таком фольклорном виде передается нам это вот история в виде такого предания летописцам об испытании вер но за ней стояла действительно подлинная духовная реальность русь на тот момент могла пойти действительно и по пути принятия иудаизма по крайней мере своей правящей аристократической верхушкой как это было в хазарском каганате государством которое оказало огромнейшее влияние на самом деле на всю древнюю русь на ее историю на ее становление либо она могла обратиться и пойти действительно по пути исповедания ислама а на самом деле это было совершенно не такой уж далекой фантастической перспективой как это могло бы показаться исламские государства исламская культура была не столь уж далека от руси как мы теперь спустя тысячу лет склонны себе представлять вот здесь в поволжье существовали исламские государства на тот момент немало по всей вероятности славянских князей и вообще славян принимали ислам вполне добровольно и вот это исламское присутствие оно постепенно проникало в славянскую среду расширялось захватывало здесь для себя жизненные пространства и это происходило на самом деле задолго до того как ислам попыталась насадить сначала у себя а потом у своих подданных золотая орда что произошло намного намного позже ну и путь западной церкви да вот путь исповеданием того что мы сейчас называем католицизмом и то что ко временам князя владимира еще официально подобным образом не именовалось но тем не менее вот христианство с центром в риме это тоже было достаточно большим соблазном искушением которые если бы князь владимир принял именно вот эту форму условно говоря католическую исповедание христианство тоже но определенным образом бы повернула и развернула историю нашего народа совершенно в другом противоположном направлении мы были бы скорее польши чем руси к настоящему моменту ну по крайней мере духовно идеологически если уж не географически то есть выбор перед князем владимиром владимиром стоял не столь уж однозначный простой и то что он сделал именно тот выбор который он сделал это для нас очень такой ну серьезный повод для благодарности для благодарного почитания святого князя для того чтобы действительно искренне не лицемерно почитать его нашим таким духовным прародителем нашим духовным авраамом нашим таким вот духовным отцом в каком-то таком вот отношении человеком который даровал нам эту истинную подлинную веру которая и сформировала определенным образом и наше государство и наш национальный характер и вообще наши вот это вот национальную идею и так это вот такая ну что ли небольшая вступительная часть в которой мы хотя бы кратко наметили то о чем имеет смысл вообще сказать и те вопросы которые имеют смысл прояснить но для того чтобы как-то вот серьезнее разобраться в них нам с вами придется ну как-то вот так глубже обратиться к истории не только наши с вами истории но и вообще истории мировой обратить свой взгляд в общем-то на несколько веков предшествующих тому событию которое произошло в конце 10 века и которое теперь мы знаем и празднуем в качестве вот события крещения руси давайте с божьей помощью постараемся в наших беседах наметить и раскрыть каждый из вот этих вот вопросов ну постараемся сделать это так чтобы это выглядело не совсем как такая какая-то лекция научная поэтому я может быть буду опускать какие-то обстоятельства какие-то даты какие-то имена для того чтобы просто не перегружать слушателей ту информацию которую они могут получить если заинтересуются этой темы более глубоко и сами уже обратятся к специальной литературе или каким-то ресурсам историческим интернете благ что информация на эту тему достаточно много и так давайте уже с божьей помощью перейдем к рассмотрению вот этих отдельных вопросов о том что же произошло каким образом это совершилось крещение руси какова здесь была роль князя владимира действительно ли крещение руси совершилось огнем и мечом как это очень любят утверждать кто же в действительности был руси и кто же в действительности крестился и вот все вот эти вопросы мы с вами надеюсь постепенно от беседы к беседе постараемся поднять осветить и ну дасту доступной для нас степени как-то найти ответы на эти вопросы и парадоксы нашей с вами истории внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео